Сегодня я покажу вам простой опыт, который может сделать каждый из вас. Возьмем гофрированную трубу и начнем ее медленно вращать. Труба издает приятный музыкальный звук. Если вращать ее немножко быстрее, то звук становится выше. Если вращать еще быстрее, звук становится еще более высоким. А если крутить ее совсем быстро, звук повышается еще больше. Как же объяснить, как получается этот звук? Вот с этим мы сегодня и разберемся в нашем фильме. Самый низкий звук, который мы слышим, имеет частоту 260 Гц. Второй звук возникает на частоте 390 Гц. Третий 520 Гц. Четвертый 650 Гц. И при очень быстром вращении нам удалось получить звук с частотой 780 Гц. Выпишем эти частоты в столбик. Видно, что все они кратны 130 Гц. Значит, это гармоники звуковых колебаний с основным тоном 130 Гц. Частоте 260 Гц соответствует длина звуковой волны 1,2 метра. А это как раз и есть длина нашей трубы. Тогда на частоте 390 Гц в трубе укладывается полторы длины волны. На частоте 520 Гц две длины волны. 650 Гц две с половиной длины волны. 780 Гц три длины волны. Все это собственные колебания столба воздуха в трубе, открытые с обоих концов. Тогда в такой трубе должно жить и полуволновое колебание на частоте 130 Гц. И мы его в самом деле слышали, только оно очень негромкое. Как же возникает этот звук? Существенно, что через трубу протекает поток воздуха. Если перекрыть отверстие трубы вот этим теннисным шариком и снова раскрутить трубу, то никакого звука уже не слышно. Даже если крутить ее очень-очень быстро. Объяснить, почему через трубу при ее вращении протекает воздух, проще всего перейдя в систему отсчета трубы. Здесь на воздух внутри трубы действует центробежная сила, направленная наружу и растущая в этом же направлении. Эта сила выбрасывает воздух из трубы, а через другой конец в нее поступают новые порции воздуха. Если увеличить частоту вращения трубы, центробежная сила тоже увеличится, а вместе с ней вырастет и скорость воздушного потока. Если причина возникновения звука в трубе заключается в протекании воздуха через нее, то мы можем не вращать трубу, а продувать через нее воздух с помощью вот этой воздуходувки. Мы взяли более короткую трубу длиной 70 сантиметров и приделали к ней расширитель, сделанный из обычной воронки. И поставили трубу напротив сопла воздуходувки. А на другом конце установили трубку ПИТО для измерения скорости потока и микрофон для измерения частоты звука. Включаем воздуходувку и наращиваем скорость воздушного потока. Первая гармоника практически не слышна. А вот появляется вторая гармоника на частоте 460 Гц. Третья гармоника на частоте 690 Гц. И четвертая гармоника на частоте 920 Гц. А теперь выключим воздуходувку и все эти гармоники проходятся в обратном порядке сверху вниз. Вот результат этого эксперимента. При увеличении скорости потока частота растет ступеньками, перепрыгивая на более и более высокие гармоники, кратные основному тону этой трубы в 230 Гц. Вместо того, чтобы регулировать скорость воздушного потока с помощью регулятора воздуходувки, включим ее на большую мощность. И будем подносить трубу к соплу воздуходувки. Вы слышите, как увеличивается частота получающегося звука. Когда мы приближаем трубу к соплу, скорость потока увеличивается и, соответственно, вырастает и частота звука. У нас получился своеобразный музыкальный инструмент, с помощью которого можно слушать звуки натурального звукоряда. Какую же роль в возбуждении собственных колебаний трубы играет ее гофрировка? Когда через трубу пропускается воздушный поток, на гофрах возникают вихри, которые отрываются от них и сносятся вниз по потоку. Чем больше скорость воздуха, тем чаще срываются вихри. И кажется, что труба будет звучать только при определенных скоростях потока, когда частота срыва вихрей в точности совпадает с одной из собственных частот колебаний трубы. Однако, как мы уже видели в нашем эксперименте, труба звучит не только на каких-то выделенных скоростях потока, а практически все время. Объясните, пожалуйста, почему это происходит? Давайте обсудим этот вопрос в ваших комментариях к этому ролику на ютубе. Продолжение следует...